Место проведения торжественного собрания выбрано не случайно. Здание театра строили под особым контролем Черного в 77 году, к 60-летию Октябрьской революции. Многие из тех, кто сегодня пришел, знали бывшего руководителя края лично. Я как раз, когда он руководил краевой партийной организацией, я в это время возглавлял монтажную организацию, значит, Хабаровское монтажное управление. Кроме положителей, ничего не могу сказать. Вы знаете, это принципиальный руководитель, требовательный, во-первых, но справедливый. Конечно, разглядяем, никому он спуска не давал. Я работал, как молодой специалист, в тресте ресторанта-кафе от управления торговли. И мы оформляли кафе на углу Комсомольска и Амурского бульвара. Нам поручили придумать название для этого кафе, для города. И мы придумали название «Мужской разговор». В итоге мы сделали красивую рекламу, повесили. И через три дня выходит статья в газете под заголовком «Пойдем поговорим». А еще через три дня нас вызвал Алексей Кеменчич Черный, погрозил рукой и сказал, ну, в смысле, говорит, я вам поговорю. Говорит, это мы должны вместе двигаться вперед, а не отделяться. Он думал, наверное, что это мужской разговор, только будет такой кафе для мужчин только. На мероприятии первого секретаря крайкома вспоминали его коллеги и близкие. Перед гостями выступил зять Алексея Черного Геннадий Семенов. Он приехал в Хабаровск из Москвы и передал личные вещи знаменитого родственника в музей имени Градекова. «Я с ним был здесь дважды, уже когда он был в отстатке. Сам он был здесь три раза. Первый раз он приехал, ездил без меня». На собрании выступил нынешний глава региона Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что Алексей Черный – выдающийся руководитель. И за почти 30 лет работы регион масштабно развивался. «Я лично считаю своим долгом продолжить курс развития, который задал Алексей Хлемецевич Черный. С ним край стал лидером среди регионов Дальнего Востока, его центром и должен сохранить эти позиции». За время работы Алексея Черного в крае построили сельскохозяйственную инфраструктуру, животноводческие комплексы, тепличные комбинаты, всего более 60 предприятий и 100 объектов промышленности и энергетики. Это позволило обеспечить продукции региона весь Дальний Восток.